Верить или не верить? Вот в чем вопрос. По статистике, две трети россиян для себя решили верить. При этом подавляющее большинство называет себя православными, но только каждый седьмой житель страны регулярно ходит в церковь. Почему так получается? Вопрос сложный. Отчасти за долгие десятилетия борьбы с любой верой мы отвыкли и потеряли традиции. Именно поэтому мы запускаем новый проект Воскресения, который призван сделать настоящую церковную жизнь ближе и понятнее. Людям сугубо мирским. И мы начинаем. Интересная штука. Множество людей любят новогоднюю елку. Кто-то с детства, когда находил под ней подарки, кто-то и сейчас слушает бой курантов рядом с наряженным деревом. При этом мало кто знает, елка вовсе не новогодняя, а рождественская. В России она появилась в начале 19 века благодаря императрице Александре Федоровне. А уже в начале 20-го попала в опалу из антирелигиозной пропаганды большевиков. Однако традицию полностью искоренить не сумели, поэтому елку назвали новогодней. И все. Вот так понемногу мы стали забывать настоящие рождественские традиции. А мы предлагаем вспомнить. Тем более, что Рождество Христово, безусловно, главное событие недели для всех православных. Всюночная служба проходит в каждой церкви Оренбургской области. Это традиция, ведь праздник Рождества Христово – второй по значимости для православных. Однако сотни верующих стремятся провести эту ночь именно в Никольском соборе. Ведь здесь праздничную литургию служат сам митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. С праздником вас! С праздником Рождества! Пусть родшийся в Ифлееме Спаситель мира укрепляет наши силы, дарит нам мир, единомыслие, любовь к Богу и к человеку. Пусть Господь поможет нам идти исполнить Его заповеди. Пусть Господь дарит силы, дабы мы смогли жить по Евангелию. Это не простая служба, а всеночное бдение. Она длится пять с половиной часов. Но для верующих такая долгая молитва не в тягость. Во-первых, ночь долгожданная. К ней православные готовятся в молитве и воздержании. Рождеству предшествует сорокадневный пост. А во-вторых, литургия – одна из самых красивых служб. Здесь по неволе проникаешься торжеством момента. К этой ночи многие храмы украшают. Например, в Никольском соборе можно увидеть рождественский вертеп. Если у обывателя это слово вызывает не самые возвышенные ассоциации, то православные знают. Первоначально вертепом называли пещеру. Именно там, по преданию, родился Иисус. О появлении на свет Божьего Сына возвестила Вифлеемская звезда и ангелы, которые направили пастухов поклониться новорожденному спасителю. Сцену рождения Иисуса и воспроизводит праздничный вертеп. Традиция создавать такие инсталляции насчитывает уже два века. Так же, как нареженная елка и обычаи дарить близким подарки. До революции они были частью празднования Рождества. А вот Новый год не был таким популярным. И сейчас для многих верующих праздник Христово Рождества остается самым главным. Мы часто ходим в церковь, поэтому это основной наш праздник. Светлые самые чувства. Я рада, что случилось Рождество. И дождались мы его. Жалко расставаться с постом. И такая радость в душе, тепло, покой, радость, торжество, праздник, блаженство. Конечно, для православных Рождество наполнено высоким смыслом. Христиане верят, что с момента рождения Бога-человека на земле люди получили возможность принимать дар благодати Божьей. С этого момента начался отчет новой эры, нового летоисчисления. И каждый год миллионы верующих по всему миру, сотни тысяч в Оренбужье, в эту ночь говорят друг другу, Христос родился, и отвечают, славим Его. После Рождества начинаются известные всем святки. Кажется, о них знают даже неверующие люди. И нам кажется, что это время такого разудалого старорусского веселья. Первое, что приходит на ум, это всевозможные гадания. Со свечами, валенками, зеркалами. Второе, народные гуляния с кулачными боями, обжорством, песнями, плясками. Так вот, священники говорят, к настоящим святкам все это не имеет никакого отношения. Как же правильно провести эти дни верующим людям? Расскажем прямо сейчас. Дословно, святки, значит, святые дни, которые начинаются от Рождества Христова и заканчиваются на крещение. Дляятся они с 7 по 17 января. Пост действительно законченный в это время в еде, можно себя не ограничивать. Однако продолжается так называемый супружеский пост. Это значит, что до крещения молодых не венчают. Считается, что святки даются верующим для того, чтобы в полной мере ощутить радость Рождества Христова. Это детский праздник, а значит, особенное настроение обязательно нужно передать самым маленьким. Хорошо провести святочные дни с семьей, родными и близкими. Также эта декада – время милосердия. Стоит уделить время добрым делам – съездить в больницы, детские дома и дома престарелых. А вот гадать православным церковь категорически запрещает. Как и любое обращение к мистике, духам – это от лукавого. Говорят даже, что гадание – лучший способ испортить отношения с Христом в начале Нового года. Всем выцерковленным людям наверняка хорошо знакомое имя митрополита Оренбургского и Сорокташского Вениамина. Оренбургскую епархию он возглавляет чуть больше года, но до этого посвятил служению больше 40 лет. Практически из руин восстановил Николу Грешский монастырь Москвы, был помощником патриарха, возглавлял Пензенскую и Рязанскую митрополии. Но все эти данные, конечно, легко доступны в интернете, их очень просто найти. А вот рассказать о том, как когда-то давно украинский мальчик Владимир Зарицкий пришел к вере, и в чем сегодня владыка Вениамин видит свою главную задачу, может только он сам. Я родился в верующей семье. В то время работать в селе, в то время работать, не идти на работу невозможно было. Так что родители, отец выезжал в районный центр, постоянно на пригородный поезд в полседьмого утра, а мать, естественно, на работу в колхоз. И я оставался с бабушкой. И мы обходили вместе с ней все храмы, близлежащие. Ездили по обителях. У них было много знакомых, где мы останавливались. Это в Киеве и в других местах тогда еще было. Это до хрущевских определенных проблем, когда закрыли, опустишься половину храмов и где-то 70% монастырей. Мы молились, и в 5 лет, когда меня спрашивали, кем ты будешь, для меня батюшка был идеал. И вот я очень хотел стать священником, батюшкой. Двух слова священника я и не знал, потому что в народе не было такого батюшка нашего. Вот с 5 лет была мечта стать священником. Вы сказали, что у людей, которые стали священниками, нет радости. Да есть радость. Радость молитвы, радость служения, радость общения с людьми, с паспой – это радость. Да даже радость, огромная радость священника, если кто-то изменился в лучшую сторону, из наших знакомых, из наших прихожан, и стал достойным человеком Божьей милости. Ибо Господь милости своей покрывает тех людей, которые идут к Нему. И это, конечно, дает нам большую радость. Мы живем ради людей и служим людям. Не люди для нас, а мы для людей. Это тоже радость. Русские люди, они себя основном, где-то 99% они себя считают православными христианами. 1% – это те люди, которые протестантские красные ходят, доминации, или атеистические монасты. Это, может, я ошибаюсь, может, чуть больше. Но основная масса. Но если вы их спросите что-то о Боге, о церкви, они не знают. Удивительный факт, что за 70 лет мы отдвинуты к тому положению, которое было фактически до крещения Руси. И это не только у нас. Это в других местах тоже Советского Союза. Цель наша – как можно больше, чтобы люди познали Бога, стремились к Божьей правде и жили по заповедям Божьим. Пожалуй, у каждого верующего периодически возникают вопросы. Самые разные. Иногда до смешного простые, которые в церкви задать как-то не с руки. А иногда, наоборот, очень сложные, которые просто больно задавать. Один из таких вопросов редакцию нашей программы прислала Оксана из города Оренбурга. Помочь ей советом согласился Гумен Варнаба. В нашей семье произошло несчастье. На небольшом сроке беременности мы потеряли ребенка. Похорон не было, и это на меня очень давит. К сожалению, я раньше не считала себя по-настоящему верующим человеком. Но сейчас мне кажется очень важным помолиться о своем малыше. Только я не знаю, можно ли это делать, ведь ребенок даже родиться не успел. Помогите, пожалуйста, совету. Ну, смерть любого человека – это всегда трагедия. И всегда ни один человек не может смириться с этим. Будь то пожилой человек, молодой ли человек, ребенок ли это. Никогда человек не может смириться со смертью. Но есть, конечно, церковные правила, которые установлены тоже самим Господом, Духом Святым, действующим в церкви. И по церковным правилам церковь молится только о крещенных людях. Если ребенок умер в отчаянии матери, мы не молимся за него. Тут надо еще помнить об одной вещи. Все эти каноны церковные о том, как молиться, за кого молиться – это лишь установление церкви, которой мы должны слушаться, нести им послушание. Но это не значит, что милосердие Божие ограничено. Милосердие Божие настолько безмерно, что говорят, что если бы все грехи всего человечества уподобить горсти песка, и вот если бросить в океан, от нее ничего не останется, вот это и есть милосердие Божие, вот этот океан безбрежный. И мы, конечно, знаем, что судить всех будет Господь Иисус Христос. И мы надеемся, что по милосердию своему Он и помилует этого человека, поскольку Он же не виноват. Другое дело, что если мы будем пытаться как-то найти какой-то обход церковным канонам, мы проявим непослушание. И это вряд ли будет угодно Богу. Но что же делать нам, людям, которые оказались вот в такой беде? Во-первых, надо понимать, что Бог присутствует везде, и с живыми, и с мертвыми. И когда мы присутствуем за Божественной Литургией, мы встречаемся с Господом, и мы можем умолить Господа простить всех. и мы, если мы поменяем свою жизнь и угодим Богу, и когда мы на страшном суде встанем, то мы будем иметь дерзновение сказать, Господи, если бы вот не тот мой неродившийся ребенок, я никогда бы не изменил себя и не стал бы тем, кем Ты меня задумал. Поэтому помилуй и Его. И здесь перед нами открывается целый путь. Потому что что мы можем сделать в оставшееся нам время здесь? Во-первых, самое главное, мы можем и должны изменить себя. И второй момент, что если нам недоступна церковная молитва о некрещенном младенце, у нас остается всегда милосердие. Мы можем проявлять дела милосердия в память об этом усопшем человеке. И я думаю, что это принесет утешение. И, несомненно, человек этот уже здесь на земле услышит вот это утешение от Господа, что не зря прошли все вот эти его труды. Свои вопросы вы всегда можете задать по телефону 979-685 или по электронной почте. Адресы вы сейчас видите на экране. Главное, помните, церковь всегда рядом. Рядом с теми, кто в ней нуждается. А мы прощаемся. Увидимся ровно через неделю. До встречи.